МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в программе. По местам трудовой славы. Ветераны агропромышленного комплекса собрались в Урнарском районе. Пламя в центре города. В Чебоксарах горел объект культурного наследия. Оранжевое небо, оранжевые люди. Какого цвета вернулась наша съемочная группа с фестиваля окрасок? Вопреки санкциям не допустить неоправданного завышения стоимости отечественных продуктов. Такое поручение дано правительством России и всем руководителям регионов. Минэкономразвития, Чувашстат, Минсельхоз и другие службы постоянно ведут мониторинг рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Результаты обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашия. Сокращение ассортимента и количество товаров практически незаметно. Цифры варьируются в пределах 5%. Например, в федеральных торговых сетях стало меньше сливочного масла. Однако в остальных магазинах оно присутствует в достаточном объеме. Цены также не вызывают тревоги у Министерства экономического развития. Останавливаются на динамике цены на отдельную группу продовольственных товаров. Это по прошедшей неделе бокалейная первая группа. Вы видите, что у нас незначительно увеличились цены на макаронные изделия на 1%, снизились вместе с тем, потребились цены на сахар. А на остальные бокалейные изделия цены остались стабильными, не повышались. По данным мониторинга в федеральных сетях и на рынках цены оставались стабильными, а также в нестационарных сетях, в нестационарных магазинах наблюдалось повышение минимальной цены на макаронные изделия из муки и пшеничной церкви на 1%. На мясные продукты колбаса вареная, колбаса полукопченая, вареная копченая за прошедшую неделю и с начала августа потребительские цены остались неизменными практически. И по данным мониторинга в федеральных сетях нестационарных торговых объектов, а также на рынках, вот еще раз отмечу, что они не изменились. Темпы роста цен у нас одни из самых низких в России. Чувашия среди 85 регионов занимает по этому показателю 80 место. Это тот самый случай, когда чем ниже, тем лучше. Ощутимо изменились цены на сельскохозяйственную продукцию в сторону уменьшения, как и положено в сезон. Чтобы максимально обеспечить жителей Чувашии фруктами и овощами, к 12 имеющимся стационарным рынкам добавлены временные ярмарки. Только в столице Чувашии предусмотрено 38 точек продажи сельхозпродуктов. Михаил Игнатьев поручил муниципалитетам организовать бесплатную доставку продуктов с рынка тем, кто не в состоянии сам справиться с заготовкой. Глава Чувашии также напомнил. Главное – поддерживать производителей и потребителей. Создавать выгодные условия посредникам в задачи властей не входит. Руководителям министерств необходимо проконтролировать, чтобы в подведомственных учреждениях образования, здравоохранения, спорта и социального обслуживания были созданы необходимые запасы сельхозпродукции на зиму. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Вспашешь в срок, посеешь в срок – будет урожай высок. В Республике продолжаются уборочные работы. Наша съемочная группа отправилась в Янтиковский район, хозяйство которого одним из первых вышли на уборочную. На этих полях выращивают фуражный ячмень. Его используют для корма животных и при изготовлении пенного напитка. Ячневая и перловая крупы также изготовлены из зерна ячменя. Вкусовые и полезные свойства зерна зависят не только от сорта, но и от климатических условий. Летом, когда в центральной части республики шли дожди, в Янтиковском районе страдали от засухи. Капризы погоды негативно отразились на зимных сортах ячменя. Яровые культуры наоборот. От засушливой погоды оказались только в плюсе. На сегодняшний день из 1220 гектаров, которые нам надо убрать на зерно, убрали 56%. Пока средняя урожайность идет около 21 центнера. Из этого зимы средняя урожайность составила 12 центнеров. А так яровые дают хороший урожай. Урожай кукурузы из-за засухи будет не таким высоким, как в прошлом году. Однако показатели всходов других сельскохозяйственных культур, несмотря на отсутствие дождей, неплохие. Убираем яровые культуры. Это пшеница, ячмень, овес. На сегодняшний день убрано зерновых культур на площади 6550 гектаров, а надо убрать нам с площади 11710 гектаров, что составляет 57% от плана. Для уборки хозяйство района приобрели новую технику. Именно она сейчас вступила в борьбу за урожай. Специалисты отмечают, что в этом году в Янтиковском районе на хорошие результаты повлияли и суперэлитные сорта пшеницы, которые впервые закупили накануне посевной. Урожай в районе ожидают 30, а то и 40 центнеров с гектара. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. Какова ситуация в сельском хозяйстве Республики? Ветераны агропромышленного комплекса держат руку на пульсе. Одним из первых инспекцию прошел Ядринский молочный завод. Недавно под пристальный взгляд ветеранов попал в Урнарский мясокомбинат. Экскурсия началась с молочно-товарной фермы в Урнарский мясокомбинат. Здесь ветеранам продемонстрировали передовые технологии. Многие процессы на ферме автоматизированы. За дойкой следит компьютер. Одновременно можно доить 40 коров. Животные практически с троем идут на свои места. С одной коровы в среднем в сутки надаивают 20 литров молока. Но есть и такие рекордсменки, которые дают 28. В общем, получается 15 тонн молока ежедневно по всей ферме. На сегодняшний день у нас уже по голове 2150 голов крупного рогатого скота. Из них дойное стадо 830. Если год назад было дойное стадо 550, сегодня довели мы 830. На 1 сентября будет дойное стадо уже 900 голов. 1300 гектаров кукурузы на семена, 700 гектаров на силос. У сельскохозяйственной организации собственные поля злаковых и зерновых. Посмотрели ветераны, как очищают и сушат зерно. В день сюда поступает 700 тонн урожая. Это позволяет сушить урожай прямо во время уборки, сводя потери к минимуму. Из этого зерна будут готовить комбикорм. Вот этот комплекс свиноводский, откормочный комплекс, приходилось нам, нашей организации строить. Мощность была этого комплекса 24 тысячи свиней откорма в год. Строили мы всем миром, все колхозы, совхозы. В Урнарском районе участвовали, потому что это крупная стройка. В Урнарский мясокомбинат, мы знаем, крепкое хозяйство, использовать в выработке своей продукции, свое мясо, свою говядину, свою свинину. Анна Кузьминична сама проработала на мясокомбинате 40 лет. Тем, как сейчас развивается предприятие, осталась довольна. Если бы мне сказали лет 20-20 тому назад, что в Урнарский мясокомбинат будет достигнуть таких высот, наверное, посчитали бы это какой-то утопией. Но, тем не менее, единственный комбинат из пяти комбинатов у нас в Чувашии вот так выдержал, выстоял и добивается таких больших высот. В поселке Урнары с ветеранами агропромышленного комплекса встретился председатель госсовета Чувашии Юрий Попов. На совещании обсудили основные направления развития сельских территорий. Технологии шагнули вперед. Но земля, на которой трудятся сегодняшние аграрии, даже, что и 10, 20, 50 лет назад. Это наша с вами родная Чувашская земля, которая кормит, дает работу и стимулирует к развитию. Это технологии, которые сейчас внедряли. Кармазы готовы, раздача, уборка навоза. Все это механизировано. И, конечно, не только у нас именно в коровниках, но и в птицеводстве тоже сильно развито. Севноводство сейчас. Ну и такая техника широкозахватная, в полях работает. В странах Евросоюза бесспорно выделяется намного больше средств на развитие сельского хозяйства, чем в России, подчеркнул спикер парламента. Но нынешние санкции против нашего государства – это еще один толчок к развитию и усовершенствованию отрасли для увеличения объемов собственной сельскохозяйственной продукции. В целом, в Урнарском районе в этом году посеяли на 2000 гектаров зерновых больше, чем в прошлом. Сейчас в поле работают 45 комбайнов. Нагрузка на одну единицу техники – 487 гектаров. В целом, урожайность у нас неплохая. 26 гектаров в среднем по району. Ну и таких хозяйств, как имени Карла Маркса, Санары – 46, 47, 38 гектаров в гектаре показывают. В этом году ясмень уродился хороший. Там 40-45 гектаров дает. Урожайность мы ожидаем хорошую по сравнению с прошлым годом. И где-то валовый на молот не меньше 40 тысяч. Если их хорошо уберем, у нас не менее 40 тысяч дон должны валовый на молот собрать чисто по зерновым. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Как проходит переселение граждан из ветхого и аварийного жилья? Соблюдаются ли сроки и показатели, предусмотренные республиканской программой? Глава Чуваши обсудил с руководителями муниципалитетов на видеоконференции. Общая стоимость программных мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2014-2017 годы без малого 5 миллиардов рублей. Больше половины, почти 3 миллиарда, должны поступить из федерального фонда. Около 2 миллиардов предусмотрены в республиканском бюджете. Остальное средства муниципалитетов и внебюджетные источники. В настоящее время реализуется первый этап программы. Срок реализации у нас декабрь нынешнего года. Участниками первого этапа предусмотрено переселение 3824 человек, или это порядка 1424 семьи, которые проживают в 267 аварийных квартирных домах общей площадью более 47 тысяч квадратных метров. Объем финансирования по первому этапу составил 1 миллиард 376,5 миллиона рублей. В результате реализации первого этапа программы в Красночитайском и Янтиковском районах полностью будет решен вопрос с переселением граждан из жилищного фонда, призванного аварийным до 1 января 2012 года. Что касается второго этапа, часть средств из фонда содействия реформированию ЖКХ уже поступили. Михаил Игнатьев отметил, что проблем с финансированием этой программы не возникает, и призвал глав городов и районов контролировать своевременное освоение средств. Также необходимо при проведении аукционов строго следить за тем, чтобы в число подрядчиков не попали недобросовестные застройщики. Елена Гальперина, Антон Вовк, Республика. Ранним утром 24 августа в столице республики горело историческое здание, которое является объектом культурного наследия. Открытый огонь локализовали оперативно, но на полное тушение понадобилось несколько часов. Едкий дым распространился на историческую часть города, включая Красную площадь. Здание имеет более чем вековую историю. Оно построено купцом Ефремовым под склады. Складское помещение находилось рядом с основным родовым имением Ефремова. В советский период здесь располагался дом инженерно-технических работников. А в 1936 году здание было передано под дом пионеров и октябрят города Чебоксары. Затем оно использовалось под базу для театра юного зрителя и Московского гуманитарно-экономического института. В последние годы исторический объект пустовал. С 2007-го он находится в ведении городского управления капитального строительства. По данным Госкомитета, по чрезвычайным ситуациям объект был без охраны. Пожарные прибыли через 4 минуты. Локализация прошла быстро, но полная ликвидация пожара длительное время, потому что перекрытия старые деревянные, ранее которые были там арендаторы, старый пластик, и поэтому этот едкий дым, он пошел практически по всей исторической части города. И поэтому, конечно, резонанс был такой нехороший среди населения. Объект взят под охрану. Огонь повредил кровлю здания и внутренние помещения. В администрации Чебоксара наши телекомпании сообщили, что это здание предназначено под музей города. Объект вошел в программу празднования 550-летия столицы. Стоимость реконструкции оценена в 652 миллиона рублей. Татьяна Молокова, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика. Вообще, пожар был ликвидирован за три часа. Всего в ликвидации ЧП участвовало 17 единиц техники и 54 человека. Чувашским пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние постройки, среди которых есть такие же исторические здания и жилые дома. Возможно, причина тому – регулярные учения и соревнования, помогающие огнеборцам оставаться в хорошей форме. На спортивной площадке специализированной пожарной части встретились 10 команд. Спасатели состязались в преодолении стометровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни и боевом развертывании. Бесспорными лидерами соревнований стали представители пожарной части номер 4 города Чебоксара. Чуть больше месяца осталось до того, как Чувашия примет на своей земле международный форум «Россия – спортивная держава». Организационные вопросы по рекламно-информационному обеспечению и обслуживанию гостей сегодня обсудили на очередном заседании в Доме правительства. Подробнее в нашем следующем сюжете. Сейчас идет активная подготовка к форуму. В средствах массовой информации уже транслируются аудио и видеоролики. В городе предполагается разместить баннеры с символикой мероприятия. А улицы ждет масштабная реконструкция. Планируем закончить благоустройство той территории, которая рядом с издюшор номер 4, где хоккейный стадион, там где у нас был развалившийся тир. Закончить набережную от Парковой к спорткомплексу. Там Чуваш-Автодор на сегодняшний день ведет работу. В принципе, усиливает работу. Надеемся, что тоже закончит. Помимо рекламы международного форума, Михаил Игнатьев поднял вопрос по работе потребительского рынка и по оказанию услуг приезжим. Гости должны видеть на прилавках магазинов товары регионального производителя. Потом, касаясь чуварской продукции, это понятно, значит. Но вода чуварской везде должна быть. Я вот сейчас объехал места торговли и где общепит. Везде предлагают дорогостоящую воду и не нашу. В каком подвале все это разлито, ни один сотрудник не может сказать. На заседании глава республики оценил готовность к проведению форума. Недостатки есть, но в ближайшее время они будут устранены. На днях в Чувашию приедет комиссия, которая утвердит эскизы брендированной одежды. И уже после этого будет развернута полномасштабная рекламная кампания. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. В эти выходные на улицах города можно было увидеть людей с ног до головы испачканных краской. Они принимали участие в необычном фестивале. Уже не первый раз горожане собираются вместе, чтобы разукрасить уходящее лето всеми цветами радуги. Присоединился к ним и мой коллега Дмитрий Ковалев. Пакеты с краской на этом фестивале разлетались, как горячие пирожки. Участники акции словно соревновались, кто больше себя испачкает. Одежду здесь никто не жалел, хотя организаторы предупреждали честно, что отстирать ее будет невероятно сложно. Когда на стадионе яблоку негде было упасть, ведущий дает команду на массовый запуск краски. Кто-то окрашивал себя сам, кто-то кидался краской в других. Укрыться от нее пытались только фотографы. Свою аппаратуру они прятали под защитными плащами. Но участники фестиваля уворачиваться от краски и не думали. Чем больше ее на одежде, тем лучше. Фестиваль красок в Чебоксарах проводят только во второй раз. Но идея не нова. Подобные акции прижились во многих городах, и они пользуются популярностью. Организаторы говорят, для того, чтобы собрать людей на стадионе, они просто кинули клич в интернете. Сарафанное радио сработало эффективно. Необычную идею поддержали более трех тысяч человек. Это мероприятие мы проводили в прошлом году в первый раз. Это мероприятие, где мы просто кидаемся друг с другой краской. Вспоминаем детство. Ради счастья, удовольствия, яркости. С этого стадиона чистеньким никто не ушел. Порция яркого настроения досталась нашей съемочной группе. Но вообще, говорят организаторы, на этом фестивале было израсходовано полтона краски. Смыть краску участникам фестиваля тоже решили помочь. Напоследок на стадионе устроили и водные бои. Дмитрий Ковалев, Антон Вовк. Республика. Лес, свежий воздух, веревки, карабины и навигаторы – неотъемлемые атрибуты празднования дня рождения ведущего сотового оператора нашей республики. В рамках празднования своего десятилетия «Мегафон» в Чувашии провел серию мероприятий для самых разных гостей. О том, как блогеры участвовали в квесте «Геокешинг высокой надежности», а также о производственном процессе на Вурнарском мясокомбинате смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. «Геокешинг» – это туристическая игра. Участники должны находить тайники с помощью спутниковых навигационных систем. Блогеры, разделившись на команды, решительно отправились к точке старта. Но получить координаты следующей локации оказалось нелегко. Нужно пройти первое испытание – веревочный триал. С виду просто, а на деле сразу понимаешь, что давно не бывал в спортзале. И это только начало квеста. Следующие задания доставили куда больше эмоций. Пройдя испытания, команда попадает в заданную программой точку. Но карточка со следующими координатами находится в радиусе пяти метров. Ее еще нужно найти. Иногда на поиски приходилось тратить по полчаса. Здесь важно действовать сообща. Чем сплоченнее команда, тем быстрее она выполняет задания. Команда самого Мегафона доказывает это не словом, а делом. Надежной связью на территории региона и высокими скоростями мобильного интернета, как в столице, так и за ее пределами. Руки трясутся просто, посмотрите, это нереально. Такие эмоции. Ты это не купишь за деньги, потому что серьезно. Спасибо Мегафону за геокешинг. Это замечательное событие, которое оно сегодня устроило специально для нас. Я очень рада, я счастлива. 47.248. Дальше. 300 метров. Туда. Молодцы! Вы первые! Молодцы! Супер! Это самая лучшая игра в нашей жизни. Вторая команда оказалась чуть менее удачливее и пересекла финиш, когда уже стемнело. Но на эмоциях это нисколько не отразилось. Каждый участник получил памятный приз и сертификат партнера высокой надежности. Пять заданий могли бы показаться сложными, если бы участники не стали одной командой. Леса и овраги, речушки и пересеченная местность – все ни по чем, когда путь тебе указывает Мегафон. Только экологически чистое и натуральное мясо. Вурнарский мясокомбинат за качество отвечает. А если у кого-то возникают сомнения, можно прийти и лично посмотреть. На ферме предприятия более двух тысяч крупного рогатого скота. Из них дойных коров 830. Для производства колбас и полуфабрикатов собственной свинины хватает на 100%, а говядины – на 18%. Ее также поставляют из республик Мордовия, Татарстан, сельхозпредприятий Чувашии и непосредственно население республики. Везут даже крупный рогатый скот гирефордской породы из Оренбургской области. С поставщиками рассчитываются в тот же день. На предприятии хранится запас мяса на месяц. Импортные поставщики погоду в урнарском мясокомбинанте не делают. Мясо-минат работает полностью 100% на свежем мясе, ни одного блочного мяса, пока ничего не покупали. Итальянская, немецкая техника, оборудование в урнарском мясокомбинанте только импортное. Основную долю в производстве занимают вареные колбасы. Их всего 28 видов. В 2011 году мы произвели на территории комбината большую реконструкцию. Построили, запустили новый цех. И этот цех, новый колбасный деликатесный цех, мы его назвали, он рассчитан на 15-20 тонн выработки колбасных деликатесных изделий за смену. Смена считается у нас 8 часов. 2 тонны пельменей и 6 тонн котлет за одну смену. Полуфабрикатный цех представлен котлетами, пельменями, самсой, чебуреками, мясными палочками. Производство настолько налажено, что руководство предприятия уверено в завтрашнем дне и в том, что обеспечить в первую очередь родную республику продукции хватит, несмотря ни на какие санкции. Технологии производства продукции в урнарском мясокомбинате постоянно совершенствуются. Для консультации обучения приглашают специалистов из Москвы. Все это достигается благодаря умения и опыту людей. Одни машины ничего не могут делать. Коллектив у нас очень дружный, сплоченный. Многие работают десятилетиями. Есть у людей стаж, где 30 лет, 40 лет. Очень хорошо понимает нас руководство. Все наши запросы, все наши замечания, все наши пожелания руководство учитывает. Быть ближе к потребителю. Главное для вурнарского мясокомбината. В этом году здесь собираются наладить производство охлажденных полуфабрикатов по новым технологиям. Оборудование для такого удовольствия обошлось в 6 миллионов рублей. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...